Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Повышение качества оказываемой медпомощи, участие в регионах в приоритетных нацпроектах. Эти и другие вопросы обсудили главы субъектов СКФО в Грозном. Дополняемость курортов, отдыхающими, обеспечение безопасности туристов, планы на будущее. Пресс-конференцию дал министр туризма и молодежной политики. Какие проблемы волнует сегодня жильцов дома по улице Международная, 5, Черкесии, о том, как и кем должен решиться, их вопрос в репортаже Вестей. Сегодня в Грозном глава республики Рашид Тимрезов принял участие в заседании Совета под председательством полпреда президента ВСКФО Александра Матовникова. Обсуждали меры по повышению качества оказываемой бесплатной медицинской помощи, участие регионов в приоритетных нацпроектах, которые стартуют в стране с 2019 года. Рашид Тимрезов проинформировал о развитии отрасли здравоохранения в республике. Так, впервые в Крачево-Черкесии появилась многопрофильная детская больница, современный онкодиспансер, построен диагностический блок перинатального центра. Также на встрече затронули и ряд проблемных вопросов, существующих во всех регионах. Это обеспечение бесплатными лекарствами, нехватка машин, скорой помощи и другие. С учетом развития туризма глава республики попросил руководство Минздрава страны рассмотреть возможность создания санавиации в СКФО. Кроме того, Рашид Тимрезов предложил сохранить обеспечение лекарствами всех больных, страдающими редкими заболеваниями в полномочиях России, что позволит высвободившиеся средства регионального бюджета направить на помощь другим категориям пациентов. В Доме правительства состоялась совместная пресс-конференция Министерства туризма, курортов, молодежной политики Карачаева-Черкесии и представительства информационного агентства ТАСС. Были освещены вопросы наполняемости курортов, отдыхающими, взаимодействия органов власти силовыми структурами, в вопросах обеспечения безопасности туристов и задачи на текущий зимний туристический сезон. Отчет слушал и Мурад Женкезов. По данным, озвученным на пресс-конференции, в текущем году курорты Карачаева-Черкесии посетили более миллиона двухсот тысяч туристов. И эта цифра не окончательная. В республике активно внедряется федеральная целевая программа развития въездного внутреннего туризма. Реализация программы распространяется и на наши горнолыжные курорты Донбай и Архиз. В Донбайе в этом году построена система водоснабжения всего склона. И параллельно инвестор построил систему искусственного снегообразования. То есть мы можем продлить свой сезон на 2,5-3 месяца. В Архизе мы со следующего года начинаем строительство автомобильной дороги Дук-Капхия, ведущая к кислым источникам. Говоря о том, что сделано, министр Анзор Иркенов рассказал о строительстве автодороги на Миновые водопады. Ожидается существенное увеличение потока туристов, проживающих на Кавминводах, которые с удовольствием осматривают достопримечательности и посещают различные фестивали на Медовых водопадах. В этом году мы торжественно открыли дорогу, вы знаете, на Медовые водопады. И мы планируем, что туристический поток увеличится, ну, как минимум втрое, если не в 4-5 раз. Как рассказали на конференции, из-за погоды откладывается открытие североориентированного склона поселка Романтик в Архизе. Уже построены три новые трассы канатно-кресельной дороги гондольного типа, вводятся в эксплуатацию гостиницы. Все они будут сертифицированы и классифицированы в соответствии с международными стандартами. Вкупе это даст не только увеличение потока туристов, но и вырастет качество туристических услуг. Параллельно ведется работа по повышению квалификаций и переквалификации работников туристической отрасли. Еще один вопрос, озвученный на пресс-конференции, это обеспечение безопасности туристов. Самое тяжелое время для спасателей – август-сентябрь. Туристы, прежде чем отправиться в горы, должны регистрироваться для того, чтобы спасатели могли отслеживать их маршруты. Так, в этом году было зарегистрировано около 700 туристических групп. А в группе особого риска – туристы-одиночки. Иногда их ищут месяцами. На Эльбрусе долго мы искали, причем тремя отрядами – Эльбрусским, Высокогорным, Северо-Кавказским, региональным, нашим отрядом. В течение, наверное, трех недель проводился поиск туриста из Волгограда, который в одиночку решил взойти на две вершины и из Кабардино-Балкарии спуститься в Карачао-Черкесию. В итоге он был обнаружен проходящей группой туристов под скалой утюг на западном плече Эльбруса. Серьезные транспортировочные работы. Скалой утюг постоянно сыпется, камни падают. Спустили мы, конечно, тело, передали родственникам. Зимний туристический сезон в самом разгаре. Поток отдыхающих увеличивается. Увеличен и штат сотрудников спасательных отрядов «Дамбая» и «Архыза». В целом, работа по взаимодействию органов власти с силовыми структурами по обеспечению безопасности на курортах Карачаева-Черкесии признана удовлетворительной. Мурат Жантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Сеть ортопедических салонов «Холодовое здоровье» теперь и в Черкесии. Средства реабилитации, компрессионный трикотаж, ортопедические стельки, изделия для будущих мам и малышей, медицинская техника и многое другое. ТЦ «Панорама», первый этаж. По сообщению синоптиков Карачаева-Черкесии, местами слабый снег, мокрый снег, туман, гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. 20 декабря в северных районах порывы 12, минус 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, минус 4, днем 0, плюс 5. Местами в горах ночью минус 3, минус 8, днем 0, минус 5. В Черкесии небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. 20 декабря порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем плюс 1, плюс 3. Выгодно покупать? Приятно Новый год встречать! Чай черный, лифтен, традиционный, стол пакетиков. Рыжая пачка 96,90. Новогодний подарок, верность традициям. 500 грамм, 99,90. В магазинах «Светофор» Республики Карачаева-Черкесия. Продолжаем выпуск. Залог счастья – ровная поверхность дворовой территории. Именно об этом в преддверии Нового года мечтают жители многоквартирного дома номер 5 по улице Международной в Черкесии. Но у этих горожан есть одна особенность. Почти все они слепые. Мадина Каракетова продолжит. Антонина Шулятьева с некоторых пор передвигается по родному двору с опаской. Вывих на ноге, заработанный в один из дней при выходе из подъезда, все еще дает о себе знать. Но хуже чувство опасности, посидившейся в сознании женщины и преследующей ее каждый раз при выходе на прогулку. Устала я выходить из подъезда. Я не знала, что там была ямка. Я иду к перилку. А тут ямка. Я как туда упала, ногу подвернула. И теперь вот сейчас вот болит. Ямы глубокие, колодцы, не ямы. Очень трудно ходить. После дождя вообще есть. Я так боюсь поломаться и то еще. Не видим, да еще поломаемся. Для здорового человека эти выбоины во дворе, возможно, и пустяк. Обойдут и все дела. Но для людей, которые почти не видят или не видят вообще, это не просто проблема, это катастрофа. Особенно опасен двор после дождя и снега. Даже тростью не нащупаешь препятствия. Во дворе не пройдешь, не проедешь, когда дождь или смех. Вода, начиная с пятого подъезда, кончая нас. И еще в подвал идет вода. Колонизация везде. В подъезд не зайдешь летом. Ужас, что творится. Воняет ужасно. Аварийка приезжает редко. Когда поругаемся, тогда приезжает аварийка. Чистить вот это. И стояки везде забиты. Колонизационные уже неизвестно как. И подвал заполнен изловонной водой. Здесь в лучшие времена степы и хранили продукты. Раньше люди тут хранили у нас картошку, капусту, овощи все хранили. Инвалиды живут, чтобы когда снег упал, еще трудно им ходить на базар. Они здесь приходили, брали. А сейчас туда не зайдешь, потому что где-то сантиметров 25-30 сантиметров воды. Ужасные подвалы. Куда не обращаемся. Я несколько раз ходил, писал у наших коммунхоз. Обещают, а толку никакого нет. Выбитые площадки подъезда, в ступени, отсутствие пандусов для инвалидных колясок. В доме проживают и такие. Нефункционирующие змеевики в нескольких подъездах, деревья, требующие обрезки. Просьбы людей с проблемами зрения несколько. Но самое главное, о чем они просят сегодня, выровнять площадку перед домом. В мэрии Черкеска разъясняют, что для того, чтобы благоустроить двор, необходимо было написать заявку для участия в программе формирования современной комфортной городской среды. Жители многоквартирного дома номер 5 по улице Международной города Черкеска заявку на участие в данной программе они не подавали. Подавали заявку жители 7 дома по улице Международной. Но в связи с тем, что эти два многоквартирных дома находятся на одной дворовой территории, данная территория будет благоустроена. То есть на данный момент общественная комиссия сформирована перечень дворовых территорий только на 2018 год, утвержденный на последующие годы, а будет формироваться в 2019 году. То есть данная территория будет в любом случае благоустроена. Сюда же, по словам Иналия Тхайцухова, входят и элементы озеленения дворовой территории. Во время работ по благоустройству двора будет решена и проблема обрезки деревьев. Все просьбы жильцов обещали удовлетворить. Но когда именно это будет сделано, сказать не берутся. Но обещают этот двор рассмотреть в приоритетном порядке. А по поводу подвалов в управляющую компанию комментируют в мэрии. Что касаемо заполнения подвального помещения водой, то жителям необходимо обратиться в первую очередь в управляющую свою компанию. В случае нереагирования управляющей компании, принятие мер каких-либо жителей могут обратиться в мэрию города Черкесска. И в последующем мы уже будем проводить необходимые мероприятия для привлечения управляющих компаний к ответственности. То же самое касается и ремонта в подъездах. Жильцы за все эти услуги платят и должны получать их в полном объеме. Мадина Каракетова, Руслан Харченко, Вести Карачаево, Черкесия. Появилась электронная книга на ногайском языке. Ее презентация состоялась в ауле Эркенхал. Кто автор проекта и как проходило мероприятие в репортаже Аллы Динаевой. Электронная книга, несомненно, будет способствовать глубже познать ногайский язык как детям, так и взрослым. Инициатором и руководителем проекта стал народный писатель Карачаева-Черкесии Иса Капаев. Он обратился к министру по отделам национальности и массовым коммуникациям и печати республики Мурату Хапиштову и проект реализовался. В Ногайском районе состоялась презентация. Учимся читать, писать и говорить на ногайском языке. Собравшимся продемонстрировали электронную книгу. Это большое достижение. Это первая ласточка в нашей республике. И мы пытались через интернет увидеть в других регионах. Но в таком ракурсе Иса издал первым. Отрадно, что сохранению языков уделяется внимание. Совсем недавно был издан Ногайско-русский словарь, а теперь состоялась и презентация электронной книги. Много труда и времени в этот проект вложил Иса Капаев. Сегодня презентация прошла. Очень важно, что в преддвериях Нового года. Значит, в следующий год, если заканчивается таким добрым делом, в следующем году наше добро даст уже совершенно иные плоды. Очень важное событие произошло в октябре этого года. В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием, президент страны Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Сохранение и изучение родных языков народов России». Алла Динаева, Светлана Кокова, Хамзат Озов, Вести, Карачева, Черкесия. В СКГ ГТА прошел мастер-класс, и в столетиях мы не повстречались, посвященный творчеству Уильяма Шекспира. Участники еще раз познакомились с биографией, творчеством и наследием великого драматурга. Студенты читали сонеты Уильяма Шекспира как на английском, так и на русском языке. Такие художественно-выразительные средства языка, как метафора и эпитеты, оказывают благотворное влияние на языковую и мировоззренческую основу студентов, превозносят заряд свежей творческой энергии в учебных процессах, отметила профессор кафедры русского и иностранных языков СКГ ГТА Марина Абдокова. Сами студенты были воодушевлены мероприятием, каждый из них открыл для себя что-то новое и близкое в этом огромном культурном пространстве под названием Шекспир. Для меня он не слишком сложен, потому что тематика любви его или горя, это для меня более-менее понятно, но я больше сложен тоже к этому. Вот, например, есть один сонет, он короткий, но он мне именно зашел, за паузу в душу. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгую чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Вершиной английской поэзии эпохи Возрождения являются сонеты Шекспира. Переводами сонетов Шекспира с русского языка на английский занималась со студентами старший преподаватель кафедры лингвистики Мадина Махмудовна Хапаева. Она пыталась обратить внимание студентов на сложный, многогранный внутренний мир героев Шекспира. Я думаю, что это ей удалось. Это все вести. Прямо сейчас смотрите сериал «Тайны следствия 18». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова